Два новочебоксарских школьника вошли в состав сборной России по робототехнике. С ребятами встретилась Юлия Важенина. Сейчас я собираю базу для нашего колесного робота. Начнем, как всегда, с мотором. А я собираю колеса. При помощи этих колес робот может лезть в разные стороны. Дима и Ульяна Петровы совсем недавно вернулись с федеральных учебно-тренировочных сборов по робототехнике. Они состоялись на базе Иннополиса, что недалеко от Казани. 85 юных робототехников со всей страны проходили там отборочные состязания. Соревнования проходят в формате отладка заезды. Отладка была два с половиной часа. Мы готовили роботов, собирали их, программировали за эти два с половиной часа. Понятное дело, приезжали с наработками какими-то из дома. После чего была турнирная сетка, турнирная таблица. Причем, к которой отбирались команды. Никаких телефонов и интернетом. Даже общение с тренером под запретом. Испытания проходили в жестких условиях. Ребятам по памяти нужно было собрать робота. И если это кажется недостижимым для непосвященных, то для Димы обычное занятие. Он программирует и собирает такие умные машины уже 4 года. Мне нравится робототехника тем, что я считаю, что это будет мое будущее, это будет моя будущая профессия. Нравится получать эмоции от побед. А побед уже немало. Каждый год Дима становится лучшим в Олимпиадах разного уровня. Городских, республиканских, российских. Что касается его сестренки Ульяны, то она стала самой маленькой участницей Олимпиады. Я вместе с Димой ездила на Олимпиаду. Она очень прошла хорошо. Я радовалась, потому что мы заняли третье место. Дима и Ульяна соревнуются в категории футбол роботов. Это одно из самых продвинутых направлений. А тренирует их папа. По основному месту работы Евгений Петров – начальник транспортного цеха на одном из чебоксарских предприятий. Пять лет назад в дом Петровых попал набор лего и семью затянуло. Теперь их квартира – тренировочная база. Моя позиция такая, что дети должны делать все самостоятельно. Ни в коем образом не вмешиваясь в программирование. То есть я выдаю задание детям, что надо сделать так-то. Ну, как обычно, первый ответ – это, что это невозможно. Но после, скажем, двух-трех часов обдумывания, все получается. И дети начинают двигаться в нужном направлении. И в конце концов приходит к тому, что действительно это возможно. И все делается. Сейчас семья Петровых активно готовится к Всемирной Олимпиаде роботов. Она пройдет в начале ноября в Венгрии. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика.